Приветствую всех, кто взглянул ко мне на канал. Вот и наступил самый эпичный момент запаса 2023 года, а именно разбор гелевой коллекции. Итак, гелевая коллекция 23 объявляется открытой. Ну и безусловно, это действие требует от меня небольшого вступительного слова. Если вам интересно, послушайте, неинтересно, промотайте чуть вперед. Я надеюсь, что сегодня это займет немного времени, ну может быть минуты 3-4. Итак, первое. Стол у меня, как всегда, разложен. Первые гели в кадр попадать не будут. Но я помню, как было в прошлом году. Еле-еле по кромке все вошло. В этом году гели однозначно больше, и я знаю точно, что не войдет. В общем, сразу, чтобы не переживать, не мучиться, я приняла решение, что буду снимать две части. Не так, как в прошлый раз, да, что я просто разрезала видео по хронометражу. А именно сначала снимаю одну группу гелей, убираю и снимаю другую. Первая часть. Сетевые компании. Арифлейм, Фаберлик, Эйвон. И сюда же я отнесла их Роше. Вторая часть. Масс-маркет. Какие-то редкости. Органик. В общем, все остальное. По поводу цифры. Да, я бы рада была себя наградить в этом году званием хранительницы 500 гелей. Но, к сожалению, данной цифры, которую я себе как планку установила в прошлом году, я не достигла. И, казалось бы, там немного мест осталось вакантных. Может быть, от силы 20. 20 гелей для меня набрать за месяц. Даже это вообще не проблема. Пожалуйста, открывай любое маркетплейс. Там, Файлберес, Бермега Маркет, Яндекс Маркет. Там огромное количество интересных гелей. Но вот специально это делать, набивая до цифры, я не захотела. Мне для этого все-таки нужно вдохновение. Вот поэтому сколько есть, столько есть. А сколько есть, я, наверное, не готова вам сказать не сейчас. Не в процессе съемки. Потому что моя старая тетрадь, считаю, уже не настолько информативна. Я могла что-то не записать, что-то не вычеркнуть. Да, вот гели я вычеркиваю исключительно, когда они попадают в пустые баночки. Все остальные продукты я вычеркиваю, когда беру их в использование. С гелями не так. Поэтому, да, могла что-то не вычеркнуть. Поэтому уже цифра будет не точная. В этом году я завела новую тетрадь. И буду не просто переносить информацию, а брать вот так каждый гель и заново переписывать. И вот когда все гели будут вписаны в тетрадь, я увижу конечную цифру. То я вам ее напишу под второй частью, либо в комментариях я сделаю закреп. Либо же помещу эту цифру в инфобокс. Ну и последний момент. Я не буду объяснять, как, что, почему я к этому пришла, мое отношение к срокам годности и так далее. На эту тему сказано уже тысячу слов. Это далеко не первый ролик на моем канале. Но я понимаю, что может прийти абсолютно новый человек, да, это все посмотреть. В общем, мое видео для людей морально подготовленных. Они знают, к кому они пришли, зачем они пришли и что они сейчас увидят. Если вы морально не подготовлены, то, конечно, лучше начать с предыдущих роликов. И то же самое я могу сказать про комментарии. Я бы, конечно, могла их закрыть, но я их оставляю открытыми для своего любимого зрителя. Те, кто, опять же, будут относиться с непониманием, играть в докторов, писать какую-то ерунду с агрессией. И сообщения убираются, да, это в лучшем случае. В худшем случае я могу вообще этого пользователя заблокировать. Все. Все я сказала и готова приступать. В общем, ранее, я вспоминала, начинала с гелий Фраше, начинала с гелий Эйвен. Ну, давайте для разнообразия начнем сегодня с Фаберлик. Так, серия Витамания. Еще в старом оформлении у меня осталось карамбола и маракуйя. Ну, в этом году компания данную линейку обновила и выпустила просто шикарные гели, на мой взгляд, и по форме, и по содержанию. Я приобрела из этой серии два флакончика. Это черная смородина и черника. Сочные, вкусные, максимально натуральные ароматы. И очень мне нравятся эти бутылочки. Хотя, объем для меня великоват. Я бы не отказалась от объемчика поменьше. Здесь 380 мл. Ну, и восхитительный ананас с лаймом. В таких же бутылочках мне понравилась вот эта бюджетная серия. Правда, здесь есть такая цифра, как 95% натуральных компонентов. Да, и меня она несколько напрягает, потому что обычно у меня такие гели начинают быстро портиться. Это земляничный гель для душа с эффектом увлажнения. Очень близко, действительно, к землянике, которая растет в лесу. И, конечно, оставил меня в восхищении липовый цвет. Тоже очень хорошо передали цветущую липу. Балденный. Серия ботаника. Клюква и имбирь. И очень достойная облепиха с календулой. Она у меня уже повторна. Еще есть василек и барбарис. Ну, и остатки. Зеленое яблоко с натой. Может, на раз. Ну, могу на два растянуть при особом желании. Да, опять же, если вдруг вы меня смотрите впервые, я всегда показываю в гелевой коллекции все-все-все флакончики, которые у меня есть в наличии. И не важно, начатые они или нет. Потому что, может быть, прямо на донышке на один раз, но его я тоже покажу. В общем, все гели, которые есть у меня дома. Следующая линейка – это Бонжорная, которая мне очень симпатична. И здесь у меня Япония. Юдзу и Шису в аромате. Морокко с красным апельсином и марокканской розой. Таиланд. Кокос и ананас. Бразилия. Обалденный аромат кофе и коричневого сахара. Более такой нежный, на мой взгляд, нейтральный. По крайней мере, из флакона. Это Непал. Лотос и сандал. Долго я охотилась вот за этим гелем. Потому как раз в этом году и приобрела. Это Багамы. С ароматом манго и цветами бананового дерева. Очень сладко. Ну и Исландия. Вулканическая вода и водоросли. От линейки Бонжорная к линейке Путешествия к Солнцу. Мне кажется, как раз на смену Путешествия к Солнцу и пришла линейка Бонжор. Так, что у меня осталось? Это праздник Дивали. Иланг, иланг и свежий лайм. В аромате. Затем ликующая Бразилия. Розовый перец и цветок каштана. Ну и сейчас в процессе использования находится Дикая Африка. И это Кивана и Амаринес. В ней здесь пахнет орхидеей. Хотя, по идее, на флаконе цветок больше напоминающий лилию. И также что-то экзотическое, фруктовое присутствует. Линейка Ля Крем. Мицеллярный гель с алоэ. Затем персик и молочные протеины. Обалденная вкуснятина с овсяным молочком. Которое пахнет печеньем юбилейное. И также у меня еще есть мед и молочные протеины. Еще одна вкусная серия. Это Бьюти Кафе. Апельсиновая меренга. Бананный мусс. Малиновый мельфий. Лаймовый сорбе. По-моему, черники у меня здесь не хватает. И еще в старом оформлении линейка. Это ванильное лакомство. Аромат пломбира. Пол бутылочки. Линейка Суперфуд. С которой я дала Маху. Потому что всю ее приобрести не успела. Упустила я тот момент, когда линейка отправилась на распродажу. И, соответственно, выбыла из каталога. Поэтому то, что вы увидите. Два флакончика. Это то, что мне и удастся попробовать из этой линейки. А именно ревень. И ягода Асай. А еще очень хотелось ананас. Ну, не судьба. От вкусняшек перейдем к цветам. Серия Флёр де Прованс. Не очень, на мой взгляд, удачная серия. И, по-моему, она уже ушла. Это оливый бергамот. Роза и фиалка. И лаванда с бессмертником. Ну, а теперь огромное количество различных лимитов, которые Фаберлик выпускает. То к весенним праздникам, то к зимним. Лимитки весенние. Эта серия называлась Spring Beauty. Весенняя красота. Аромат пиона. Нарцисса. Крокуса. И остаточки ландыша. Серия, которая выпускалась уже в следующем году. Это ноты весны. Ноутсук стринг. И здесь у нас уже аромат лилии. Тюльпана. Розы. И магнолий. Лимитки, которые компания обычно выпускает ко дню всех влюбленных. Это серия Story de Amor. И здесь у меня есть розовый кварц. И вишня в цвету. Череп лоссом. Ну и конечно лимитки зимние. Lovely Moments. Новогодняя выпечка. Bubble Gum. Да, в этом году они этот аромат перевыпустили. И то, что я приобрела, отправила на подарки. А у меня в коллекции. Он вот в таком виде. Карамельное настроение. Вишневый лимонад. Кокосовые мечты. Да, это уже лимитка этого года. Ну и гель, который уже начатый. Это лимонный кекс. Правда, для меня это больше не кекс. А именно лимонные леденцы. Ну и три таких одиночных геля. Это очень старая серия счастливые моменты. С ароматом роз. Розовые грезы. Дрим Терапия. И гель, который, ну по идее, не является продукцией компании Фаберлик. Но приобретался он и был представлен именно на сайте компании. Поэтому я решила его сюда отнести. Это Био Си. Ла Манш. С ароматом черной смородины. Очень даже неплохая смородина у них получилась. Ори Флей. Можно сказать, самая молодая компания, представленная в моей коллекции. Я с ней сотрудничаю на данный момент без малого два года. Ну и я не скажу, что она особо изобилует гелевым разнообразием. В общем, что за два года мне удалось собрать. Ну, во-первых, линейка Дискава, которая, я так понимаю, покинула чат. Камчатка. Коста-Рика. Голливуд. И Калифорния. Линейка Фил Гуд. Четыре геля в этой линейке. Все четыре я собрала, конечно же. Это Би Хэппи. С ароматом красного апельсина и куркумы. Би Хэппи. Вэйкап. Юдзу и листья мяты. Чиллаут. Аромат лаванды и кедра. И Лафт Апп. Слива с черным перцем. Серия Лаф Нейча. И здесь у меня зеленый чай с огурчиком. Дыня с кокосовой водой. Не знаю, лимитка или нет, но приобретала этим летом Тропикал Бленд с ароматом манго и маракуйи. Вот такой гель с маслом какао и кокоса. И уже начала я гель с абрикосом и овсом. Ну, честно, ожидала большего. Как-то не сильно он меня впечатлил. Поэтому даже нечего сказать особо. Я ждала абрикоса побогаче. Линейка Cent and Moments. Релакс с лавандой. Красивый такой цвет. Затем Into the Forest в лесу с ароматом сосны. Мягкие облака с ароматом миндаля. И половинка Paradise Sunrise с ароматом грейпфрута. Ну и также лимитки. Лимитки весенние. Magic Garden. И Springtime Stroll. И зимние Cranberry Bliss с клюквой. И Витаке Energizing. Понятия не имею, что здесь внутри. Я так подозреваю, что что-то цитрусовое. И это были все гели компании Ariflame. Безусловно, и мастодонт моей коллекции. Компания Avon. Хотя она, конечно, несколько по времени уступает гелям для душа и фраше. Потому что именно с компанией и фраше все и начиналось. Но речь про Эйвен. Линейка Nichols. Яблоко и жимлость. Маракуйя и пион. Линейка, которая ушла из каталога. Затем манго и гранат. Орхидея и голубика. Ежевика и ваниль. Чарующая черешня с мускатным орехом. И половинка розового грейпфрута с мятой. Теперь давайте покажем вам парочку из линейки Kea. С маслом авокадо. Усложняющий гель. И немного у меня осталось йогурта с медом. Еще одна парочка из линейки Encanto. Алюринг. С ароматом белой орхидеи и сандалового дерева. И розовый букет и кашемир. К сожалению, этот аромат меня не впечатлил. И ресист был. Также в этом году я приобрела новинку из серии Planet Spa. Секреты безмятежности с минералами мертвого моря. Ну и конечно же серия Senses. Как без нее. Начну с условной такой крем-гелевой текстуры. Из больших объемов только живописная Toscana. Нироли и олива. Уж сколько минуло лет, а все так же прекрасен. Очень давно с производства. Увлажняющая серия. Небесная гармония. Ландыш и яблоко. Притягательный аромат тайны. С экзотической розой и жасмином. С любовью и чудесные воспоминания. С ароматом пиона и магнолии. Следующая коллекция шла как коктейльная. Фруктовая маргарита с ароматом апельсина и персика. И из этой же серии карибская калада. Кокос и папайя. Зачарованная коллекция. Волшебное королевство с ароматом жасмина и белого мускуса. Серия СПА. Магия Индии с кардамоном и сандаловым деревом. И вместе с ним выходило блаженство Андаузии. Гранаты миндаль. Средиземноморские приключения. Сладкое удовольствие с ароматом ванильного мороженого. Обалденный гель. Вообще это была очень удачная серия. Средиземноморские приключения. Мне все гели понравились, которые тогда вышли. Полинезийский рай. Алоха маной. Кокос и цветок тяры. Сейчас использую пену для ванн. С таким ароматом в качестве жидкого мыла. Ну как-то вот поднадоел уже. Вроде бы такой сладкий и вкусный. Но в то же время быстро приедается. Клубничные мечты. С ароматом клубники со сливками. И совершенно он мне не понравился. По крайней мере из флакона клубника кажется подбродившей. Лимитка зимняя. Имбирный пряник. Серия ценные масла. Точнее не ценные. Драгоценные масла. Алая роза и пачули. Мед и гордыня. И белый персик. С ванильной орхидеей. Гель, который как раз находится в использовании. Из серии ароматерапия. Счастье с ароматом граната и фрезей. Текстуры гелевые, прозрачные. Здесь тоже есть один большой объем. Из увлажняющей серии. Пробуждающий цитрусовый заряд. С ароматом грейпфрута и мандарины. И из всего, что я пробовала. Цитрусовый, на мой взгляд, это аромат один из лучших. Не самый лучший, но один из лучших. Также морская лагуна. С сочной грушей. Классика. Романтичный райский сад. Экзотические фрукты и пион. Зачарованная коллекция. Заколдованный рай. С бергамотом и ароматом свежих цветов. Коктейльная коллекция. Кир-Рояль. Малина с черной смородиной. Интересная чайная коллекция. Это дзен, мандарин и жасмин. И энергия ци. Зеленый чай и вербена. Та самая средиземноморская. Которую я уже отметила. Поцелуй солнца. Восхитительный аромат. Грибфрут с абрикосом. И моменты безмятежности. С ароматом лимона и черной смородины. Аромат абсолютной чистоты. Освежающая коллекция. Белый мускус и листья бамбука. Весенние лимитки. Любовь к цвету. Love. С лепестками и цветами. Жасмина. И весенний букет из цветочной коллекции с ароматом бергамота и жасмина. Лимитки новогодние. Зимняя сказка. С ароматом яблоко и черешни. И праздничные пожелания. Ликующее зимнее яблоко. Это яблоко с корицей. Полинезийский рай. Серия. Тропическое путешествие с манго и ананасом. Который мне почему-то пахнет салатом. Каким-то овощным. Не знаю. Может быть при контакте с водой что-то иначе с ним происходит. А так из флакончика прям... Помню, испытала большое удивление, когда я его получила. Здесь история поинтереснее. Это также полинезийский рай. Побережье гибискуса. Гибискус с маракуйей. Ну и вишневый коктейль. Ягодная коллекция. Ягодная коллекция. Что мне это не нравится. Но в конечном итоге, вот сейчас собрав все вместе, поняла, что и уже из обновленной серии я собрала неплохую коллекцию. Что же у меня есть? Каникулы мечты с ароматом солнечных цветов и морского бриза. Райские пески с ароматом кокосовой воды и драгонфрукта. Фламинго с розовым ананасом и франжипань. Здесь все на английском языке. Еще один гель, что я как-то быстро не соображу, как это перевести. Поэтому прочитаю дословно. Ламур Санрайз с ароматом розы и амбры. Из новеньких мятная свежесть с ароматом мяты и огурца. Только показывала в покупках. Апельсиновый твист с ароматом апельсина и жасмина. Сочный взрыв. Клементин и имбирь. По-моему, северное сияние. Денсинский. И это у нас аромат фиалки и амбры. Тоже из свежих покупок. Домашний очаг с ароматом гвоздики и древесины. Сейчас я видела, его перевыпустили в новом оформлении. Как такую новогоднюю лимитку. Ну и серия, которая была как предвестником грядущих изменений. Называлась она Moon Milk Collection. Расслабляющее овсяное молочко и василек. Изысканные сливки и какао. И соблазнительное кокосовое молоко и малина. И, собственно, все гели Avon сейчас перед вами, которые есть у меня в коллекции. Далее компания и Фроше. Итак, компания и Фроше. Раз уж у нас кадры такие вытянутые бутылочки, то с них, пожалуй, и начну. Масло. Новогодняя лимитка. Зимняя. Нет, не зимняя сказка. Это у нас зимний лес. Еще одна новогодняя лимитка. Та самая лакомая ежевика. Та самая мыло с одноименным ароматом, которое я вывела не так давно из запасов. Оно помутнело, собственно, с гелем произошла такая же история. И, скорее всего, тоже буду выводить, как жидкое мыло. Не знаю. Хотя аромат в полной сохранности. Но это какая-то ерунда. Девчонки, срок годности еще год. Год, по идее, оно еще должно стоять. Компании и Фроше вообще в курсе, что вы делаете. Это вот доказывает то, что на самом деле никто в компаниях не отслеживает, когда пропадают их продукты. Они ставят какую-то цифру на бум. И, пожалуйста, продукт может гораздо дольше оставаться в сохранности. А может и раньше срока выйти из строя. Яркий тому пример. Неплохо было бы, по идее, компании Фроше тогда сроки урезать. Лимитка летняя. Замечательная, кстати, моя гринсама. Цитрусы и мята. Ну и еще одно масло. Это органия и роза. Продолжу большими объемами. И снова новогодние лимитки. Красное яблоко. Или наливное яблоко, как они перевели. Вместе с этим гелем выходил чай. Ароматный чай. Того я уже начала. Но вообще, начатых гелей у меня много. Их хорошо. Что-то хватало. То за одно, то за другое. Сейчас стараюсь более методично их подбивать. Так, это у нас с ароматом миндаля. Снежная сказка. Красивый такой гель. И оформление. Ну и перед тем, как поменять составы. Еще с нормальным составом. Выходила вот такая лимитка новогодняя. Это полуночные ягоды. Миднайт Беррис. И восхитительный аромат шарлотки. Зимнее яблоко. Я его уже попробовала. А перевели они, как пряное яблоко. И понеслась. В следующем году у нас выходит апельсин в шоколаде. И, собственно, здесь такая же история, как с ежевикой. Кстати, с мылом все в порядке. Жидким, да. А вот гель уже, как бы, и помутнел. Так, а это у нас прошлый год. Джуси Беррис. Сочные ягоды. Летняя лимитка Майки Вики с ароматом киви и имбиря. По-моему, лимитки кончились. Теперь стандартная серия. Органия и роза снова. Но уже текстура гелевая. Мимоза и хлопок. Манго и кориандр. Персик и анис. Олива и пятигрен. Половинка грибфрута с тимьяном. И на раз, может быть, на два у меня осталось лотос и шалфей. Ну и малыши, по 200 миллилитров. Начну, опять же, с лимиток. Зимняя Майя Ванила Гарден. Прошлогодняя Молочная Миндаль. Летняя Аромат Смородины и еще Ревень. Классическая Ваниль. Обожаемый мной лимон с базиликом. Лаванда и ежевика. Малина и мята. Клубника, ну или земляника. И также у меня есть еще два флакончика кофе. К чему я очень рада. Кофе в исполнении фрошей я очень люблю. Первый флакончик. А вот это второй. Ну и серия Жордан Дюмон. Собственно, с серии Жордан Дюмон все и начиналось. Именно они, даже не предыдущие, да, именно они привили мне вот эту любовь к гелевой тематике. Четыре флакончика Иланг-Иланг. Орех Макадамия. Зеленый лимон Мексики. Ну и опять же кофе, бразильский кофе. И это все, что касалось компании Ифроше. Также я хочу вам здесь еще показать. Один гель от доктора Пьер Рико. Родственные компании с Ифроше. Поэтому почему бы нет. Один гель. Называется он Абсолютный комфорт. С хорошей, такой дорогой отдушкой. И на этом этапе первую часть я заканчиваю. Всем огромное спасибо, кто был со мной. Всем пока и увидимся уже во второй части.